Всем привет! Как говорится, если коронавирус не сработал, нужно попробовать что-то еще, чтобы уничтожить нашу бедную землю. Так вот, уже более двух недель весь земной шарик с той или иной степенью трясет от протестов, демонстраций и куда более серьезных проблем, связанных с движением Black Lives Matter и не только, а также борьбой темнокожего населения за свои права. Казалось бы, сама идея вполне себе благородная, но как бы не так. Ведь, наверное, за все предыдущее десятилетие не наберется столько, мягко говоря, противоречивых решений, мы сейчас говорим в контексте кино и массовой культуры, сколько можно наблюдать за последние дни. Давайте же сегодня выберем самые вопиющие случаи, как мне кажется, безумия, которое прямо сейчас творят общество, популярные медиаперсоны и киногиганты, оказавшиеся настолько беспомощными и попросту трусливыми перед оголтелой толпой, что это, честно говоря, стало для меня лично настоящим откровением. Так что, запасайтесь валерьянкой и погнали! А вам тоже кажется, что мир в последнее время сходит с ума? Если да, ставьте лайк под этим видео и приступим. Что же, а начну я, пожалуй, с наезда на классика современного кинематографа Квентина Тарантино. Да-да, теперь всемирное признание и вклад в мировое кино никого более не может уберечь от нападок со стороны. Так вот, сценарист фильма «12 лет рабства» Джон Ридли, который в последнее время стал прям мегазвездой, потом скажем почему, обрушился со своим гневом на Квентина за то, что тот в своих фильмах использует в отношении темнокожих слово на букву «Н». Сами знаете, какое. Видите, уже, мать его, даже на ютубе приходится чего-то там самоцензурить, чтобы сильно впечатлительные не нажаловались, а то прецеденты уже были. Так вот, Ридли в своем интервью отметил, что Тарантино в некотором роде наслаждается этим словом и что это болезненная и приводящая в бешенство ситуация. И хоть оказалось, что сам Тарантино в последний раз использовал это ужаснейшее слово в 2015-м в фильме «Джанго. Освобожденные», где, прямо скажем, было бы странно, если бы кто-нибудь назвал темнокожих афроамериканцами. Не о том времени кино, то есть в принципе все было оправдано именно там. И все же общество с подачей Джона Ридли уже бросилось осуждать и негодовать по отношению к Тарантино, а также призывать бойкотировать его будущие фильмы, благо старине Квентину это вряд ли сильно грозит. Но одиозный борец за все хорошее против всего плохого Джон Ридли на этом не остановился. И как следствие, мы имеем еще и удаление классики американского и мирового кинематографа фильма «Унесенные ветром» 1939 года с платформы HBO Max. Дело было так. Джон Ридли написал у себя, что этот фильм недостаточно раскрывает ужасы рабства и показывает рабовладельцев. Южан в хорошем свете, а вот северян Янки, выступающих за освобождение темнокожих, вроде как плохими парнями. Поэтому кинематографист предложил убрать фильм из потокового сервиса, что было осуществлено в течение нескольких часов после появления публикации. Это так маленький штрих, чтобы понять, насколько сейчас типа крутые многомиллиардные корпорации напуганы и готовы на все, лишь бы толпа не ополчилась на них лично. А вообще для справочки нужно сказать, что «Унесенные ветром» это фильм, который был удостоен в свое время аж 8 Оскаров, включен в национальный реестр фильмов США, а также зал славы премии Грэмми. Ну то есть ранее все признавали, что это выдающаяся классика кинематографа. Ну вот теперь оказалось, что на протяжении 80 лет все ошибались, а «Унесенные ветром» это вредное или даже опасное кино. И даже несмотря на то, что сейчас боссы HBO Max заявляют о том, что позже, со временем, они вернут ленту назад, и, о чудо, возможно, даже без цензуры, но с предшествующим перед ней вступлением кого-то из темнокожих историков, которые расскажут, как именно правильно нужно смотреть кино, как-то, знаете ли, все равно не сильно такие заявления меняют двуличный и трусливый облик современной киноиндустрии, которая 80 лет признает фильм шедевром, а потом за пару часов в панике его удаляет, потому что кому-то там что-то не понравилось. Я уже говорил в другом видосе, что так по логике дальше можно начинать жечь книги, потому что в них тоже много вредного, ничего вам не напоминает. Но идем дальше. И свежего на днях на фоне все тех же движух в США отметилась наша общая любимица Эмбер Хёрд. Вы, конечно, знаете, что менее чем через месяц начнется их с Джонни финальная битва, и вот Эмбер как может пыталась набрать баллов, опубликовав пост в поддержку протестующих и с собой любимой, типа как на какой-то акции протеста. Кстати, это сработало, пост набрал более 140 тысяч лайков, а самой актрисе вдруг после нескольких месяцев сплошного негатива наконец заговорили в позитивном ключе. Но счастье длилось недолго, ведь еще сразу некоторые скептики удивились, отчего это Хёрд снята не на фоне протестующих, если это в самом деле акция протеста, а с каким-то непонятным копом, который, как правило, по другую сторону баррикад и сзади нее более никого. А вот теперь, кажется, тайное становится явным, потому что вездесущий интернет раскопал, что выясняется одним из немногих, кто мог комментировать данный пост, а на страничке Эмбер комменты в самом деле ограничены, был ее друг Тревор Паттен, который буквально на днях отчего-то закрыл свой аккаунт в инсте и удалил личный коммент с поста Эмбер. Так вот, однозначно судить сложно, но многие пользователи, сравнив фотку с копом и фото самого Тревора, нашли их очень похожими даже несмотря на маску. А тот факт, что чувак удалил свой коммент и закрыл страницу, только подливает масло в огонь. Так что, скорее всего, хоть пока что это еще и не стопроцентно подтверждено, и все же с большой долей вероятности Эмбер Хёрд просто-напросто решила по-быстрому переметнуться на сторону толпы и сделала фейковое фото с несуществующего протеста и с таким же дутым полицейским, которым на самом деле мог быть даже ее ряженый приятель. И знаете, это скажу я вам настолько же показательно, насколько и жалко, примерно как вот эта красавица, которая вся такая на стиле пытается сделать фоточку, небось для той же инсты, на фоне протестов. Данный парусекундный ролик набрал уже почти 20 лямов просмотров, а комменты о желающей стильно поддержать популярную сейчас движуху лучше не читать. Кстати, тоже не в лучшем свете сейчас выступил и экранный партнер Эмбер Хёрд по фильму Аквамен Джейсон Мамоа, который в принципе всегда импонировал публике, да и мне лично, но в данное время, как мне кажется, перегнул палку в стремлении быть как все. А именно, вы наверное знаете, что британские демонстранты на той неделе разрушили статую Эдварда Колстона в Бристоле. Для понимания, Колстон был английским торговцем и членом парламента, он также был, как и многие богатые и влиятельные люди своего времени, работорговцем, который зарабатывал деньги на поимки и отправки африканских невольников в новый свет. А еще был выдающимся деятелем и меценатом. Короче, совмещал в себе, скажем так, высокую и низкую сущность. В общем, памятник ему стоял себе спокойно с позапрошлого века, а вот теперь оголтелая толпа решила его снести. Что настолько пришлось подушать Джейсону Мамоа, что он репостнул тот видос, подписав его «потрясающе» или «невероятно». И тут нужно понимать, что торговля людьми – это гнусное и ужасное занятие. Но в то же время, когда вы так радуетесь тому, что озверелая толпа уничтожает памятники культуры, не удивляйтесь, если кому-то в один прекрасный момент не понравится ваш, скажем, слишком красивый или просто не такой дом, и эти же товарищи придут уже за вами. Хотя Мамоа – это, конечно, цветочки. А что вы скажете, когда узнаете, что звездная пара Райан Райнольдс и Блэйк Лайвли, несмотря на то, что они пожертвовали немалую сумму, а именно 200 тысяч долларов, фонд защиты и образования NACP, деятельность которого направлена на борьбу с расизмом, все равно подверглись гонению. Ведь общество припомнило парочке их «страшную» крамолу восьмилетней давности, а именно как актеры в сентябре 2012 года отпраздновали свою свадьбу в поместье Бунхол, которое ранее было рабовладельческой плантацией. То есть тогда всем было пофиг, а вот сейчас на пару обрушился шквал критики и негатива, а люди сравнивали их поступок с чуть ли не пропагандой рабства. Ну, в общем, что только не плели. После такого и Райнольдс, и Лайвли выложили посты, где рассказали, что на основе своих прошлых ошибок учат детей равенству и любви к другим людям, независимо от расы. Ну, в общем, спешно спешили ретироваться, но сам факт того, что людям сейчас начинают припоминать совершенно безобидный, как мне кажется, поступок почти что десятилетней давности и заставляют трясти за свое будущее, даже несмотря на щедрые пожертвования, это, конечно, впечатляет. Но Райнольдс супруга далеко не единственный, кто в последние недели подверглись травле очень реяных в кавычках поборников расизма. Так, Стивен Аммелл, канадский актер на и более известный по главной роли Оливера Куина в телесериале «Стрела», тоже оказался под огнем за свое высказывание по поводу происходящего сейчас. На прошлой неделе актер сказал, цитирую, «Расизм – это системная проблема, но я не настолько знаком с ней, потому что лично не видел ее в действии. Это большая вещь, которую мне сложно понять, приезжая в Штаты просто потому, что в Канаде этого не происходит. Совсем. Абсолютно». Вот, собственно, и все. По-моему, довольно безобидное высказывание. Но как же, оно ведь идет в разрез с линии большинства. Поэтому в саму «Звезду Стрелы» полетели стрелы, так что актеру пришлось отбиваться от хейтеров, а сейчас на полном серьезе обсуждается его дальнейшая карьера. Так что да, если вы говорите что-то, что не совпадает с мнением большинства, хотя, может, оно и не большинство вовсе, а просто толпа покорно соглашающаяся с мнением агрессивного меньшинства, в общем, кто пойдет наперекор, тот пожалеет. Хотите еще? Пожалуйста. Слухи, появившиеся примерно полгода назад, о том, что теперь Супермен Кларк Кент станет темнокожим, в разрез к канону и здравому смыслу, в свете последних событий подтверждаются. Так оказалось, что студия Warner Bros. всерьез намерена таки сделать последователя Генри Кавилла темнокожим. И тут сразу нужно сказать, что это односторонний процесс. Потому что потом, если вдруг Супермена Афроамериканца, не дай боже, захотят обратно сделать белым, в мире начнется, наверное, новая волна глобальных протестов. Так вот, Ворнеры все же решились на подобный ход, и теперь только один вопрос. А кто же сыграет нового Супермена? Майкл Б. Джордан или финн из Звездных войн Джон Бойега, который на недавних демонстрациях рвал, как мог, глотку, и в связи с этим стал вдруг шибко популярным, хоть фанаты Звездных войн, мягко говоря, недолюбливали актера. Но видите, поорал и профит свой получил. Такие вот дела, ну и на сладкое. Это появившаяся примерно две недели назад информация, что в будущем нас с вами может ожидать появление квот в кино для белых и цветных актеров, несмотря на их профессиональные качества и уместность. Привет, Ведьмак! А также устранение категорий, таких как лучший актер или лучшая актриса, ведь это дискриминация по половому признаку, скажем, на Оскаре и других престижных премиях, где с того момента все сольются в одном едином экстазе безумия. В общем, такие они свежие новости. Как вам подобная информация? Пишите об этом в комментариях и ставьте пальцы вверх, кому, как и нам кажется, что мир сходит с ума. А также не забудьте поделиться этим видосом и подписаться на наш канал. Спасибо всем за просмотр и всем пока!